Народный депутат, так звучит наша следующая рубрика. Рубрика, которая за границей бы наверняка пользовалась самым мощным просто успехом. В Англии особенно, члены парламента. В Англии, во Франции, в Дании, в Норвегии, везде. Муниципальные выборы стоят на втором месте сразу после президентских. Вот что волнует наше население. И мы, их население, и нашему населению мы тоже это хотим сказать. И специально для них мы сделали рубрику «Народный депутат». В рубрике к нам выходит, посредством прямой связи, народный депутат, те самые муниципальные избранники. Вот они, вы видите их, давайте я представлю. Татьяна Грудкина, депутат Совета депутатов муниципального округа Чертаново-Центральное. Татьяна, здравствуйте. Добрый вечер. Сергей Полозов, депутат муниципального округа Чертаново-Центральное. Также, Сергей, здравствуйте. Добрый вечер вам. Добрый вечер. И Эрнест Макаренко, глава муниципального округа Новопеределкина. Эрнест, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Рад вас всех видеть, безусловно. Но давайте начнем сверху вниз, тем более дама первая. И слово ей, пожалуйста. Мы знаем, Татьяна, что вы к нам пришли с темой о проблемах обустройства парковочных мест. Да, да, да. Пожалуйста, Татьяна. Да. Я так понимаю, сюжет сейчас, да, запустят? Я тогда... Но вы двумя словами просто обозначьте, что там будет, а потом покажем сюжет. Только вы не повторяйте, чтобы не повторять словами сюжет, который мы видим. Я поняла. На прошлой неделе к нам обратились жители нашего округа избирательного с просьбой обустроить парковочные карманы в тех местах, где раньше стояли ракушки. Но вот столкнулись с той проблемой, она уже с 2012 года, что невозможно сейчас на данный момент эти места благоустроить, создать карманы, потому что территория входит в зону озелененной, территорию общего пользования. То есть там деревья находятся, как мы видим? Там не деревья, это вы увидите, да? Вот мы видим сейчас, Татьяна, вы тоже обратите внимание, мы видим сейчас какую-то парковку масштабную. Да, да, да. Это вот как раз по району мы снимали специально те места, где у нас были раньше ракушки, их сносили. И на их местах, вот, как видите, благоустройство заканчивалось обустройством парковочных карманов. В настоящее время снос ракушек и парковочные карманы также продолжают обустраиваться, вот это видно сейчас, да? Да. Но уже практически, наверное, 90% ракушек снесено. Оставляют максимум только для инвалидов, для ветеранов и участников Великой Отечественной войны и не более того. Вот сейчас адрес здесь в 2012-2013 году благоустройство проводили и снос ракушек. За домом также их все снесли, и проблем с обустройством парковочного пространства здесь не возникнет. Но у нас есть территория, это каскад прудов, вот сейчас на экране как раз вы его видите. На заднем плане перед домами, которые стоят с обцом, существует проезд. Вдоль этого проезда были установлены ракушки, законно-незаконно, но они там были всегда. Их убрали, и на их местах сейчас машины все равно продолжают оставлять автовладельцы, да? Тут же присутствуют территории МГСА, стоянки. И обращались уже в департамент природопользования и охраны окружающей среды, чтобы разрешили обустроить все-таки там парковочные карманы, но не дают добро, требуют, как бы выставляют только одно условие. Нам нужна компенсация для озеленения. Где эту компенсацию искать, ну, сложно представить, да, и эта территория, она войдет в озеленый участок, опять же. Вот, хотя существует практика... Простите, они претендуют озеленить как-то эту территорию вместо того, чтобы там были парковки? Ну, понимаете, когда ракушки эти устанавливали, никто никого не спрашивал. Их поставили автовладельцы и поставили. А вот с 2012 года, с 2011, наверное, даже пошла практика сноса всех ракушек, которые установлены незаконно. И, соответственно, необходимо приводить в порядок все эти места, да. Это за средства бюджета приводится в порядок места. Катя, ну, вопрос был вот в чем. А вот если сейчас не устроен, может быть, департамент озеленения хочет со временем там газончик сделать на этом месте, а вы хотите там все заасфальтировать, поставить опять машины, еще больше. Вот, может быть, в этом конфликт или все-таки в чем-то другом? Конфликт первый идет в том, что территория, она относится к озелененной территории общего пользования. На данных территориях такого статуса невозможно обустраивать ни парковочные карманы, ни стоянки, ни тем более МГСА, вот как в настоящее время там существует МГСА. Они находятся на этой территории. И МГСА тоже планирует выводить. Там порядка 480, наверное, машин и мест, которые планируют вывезти с этой территории. Куда? А куда, неизвестно, вот в том и дело. А в любом случае машины куда-то ставить надо. Во дворах уже все места, какие возможно было использовать для парковочных гостевых карманов, они уже использованы. И люди в любом случае, даже если департамент природопользования все-таки озеленит эту территорию, люди у нас будут ставить там машины. Это неизбежно. А скажите, а если сделать вот эти карманы более цивилизованными, не просто АБК? Будет больше машин туда умещаться, чем сейчас стоит? Или все-таки то же самое? Они все же самые машины останутся. Понимаете, просто в 2012 году у нас уже была практика вывода территорий, на которых существуют в настоящее время МГСА, стоянки, гаражные кооперативы. Данные территории выводили из зоны природоохран, особо охраняемых природных территорий. То есть это намного серьезнее, чем озеленая территория. У нас в районе каскад прудов, который мы сейчас обсуждаем, также был изменен территория, граница зеленых территорий. Каким образом? Дом у нас построили на границе Чертаново, центральной Чертаново-Южной. И этот дом, чтобы построить для него специально, я уж не знаю, каким образом, но вывели из границы озелененных территорий этот участок. И дом стоит сейчас, не нарушая никакого законодательства. Татьяна, я прошу прощения, наш зритель спрашивает, что такое МГСА. МГСА? Гаражные строительные кооперативы автомобилистов. Тот самый, который еще в фильме Ильдара Рязанова. Да-да-да, те самые. Да, только ААТО, Московский гаражно-строительная ассоциация, что ли? Автостоянка. Автостоянка. Слушайте, ну вы как-то надеетесь, потому что есть же постановление по поводу компенсационного озеленения. Просто скажите, шансы есть у вас с точки зрения закона, только кратко? Реально, если смотреть, нет. Если все-таки Москва политику немного поменяет и поймет, что как не озеленяя эту территорию, там, где люди ставят уже свои машины, они там все равно будут ставить. Тем более, если данная территория будет обустраиваться парковой зоной, туда будут приезжать люди на машинах отдыхать. Ясно, ясно. Мы будем тогда следить все-таки, что возьмет верх. Логика или буква закона? Ясно, здесь логика. Мы тоже на это очень надеемся. Спасибо огромное Татьяне Грудкиной, депутату муниципального округа Чертаново Центральное. Спасибо, Татьяна. А мы идем, точнее, остаемся в Центральном Чертанове. И переходим к Сергею Полозову, также депутату. И тут тема такая, суровее, что ли, мне кажется. Сергей, пожалуйста, вам слово. Ну, тема у меня очень простая, при этом очень сложная для решения в городе. Это огромное количество надписей с рекламы синтетических наркотиков, которые сегодня заполонили просто не только Москву, но и все большие города нашей страны. И здесь сегодня очень важный вопрос такой. Кто будет эту территорию за ней следить? Кто должен эти надписи удалять? Уже много сказано про спайсы и синтетические наркотики. Все знают о их вреде. Много проводится различных акций. Но, тем не менее, в городе этих надписей меньше из года в год не становится. Хотя еще два года назад «Асфальт» не был рекламной площадкой. И благодаря усилиям депутатов Мосгурдумы и усилиям движения «Стоп наркотик» это все-таки площадка стала. То есть «Асфальт» признали рекламной площадкой. Но все равно надписи пишут. Хоть в Коапе есть запрет, да и есть даже штраф, административное наказание за такие надписи. Все равно получается так, что никто не ловит этих людей, которые пишут. И волонтерские силы, которые сейчас видите сюжет, то есть «Стоп наркотик», порядка 600-700 человек уже приняло участие в закрашивании этих надписей. А закрашивание именно потому, что сегодня нет такой технологии какой-то дешевой и быстрой, мобильной, чтобы эти надписи удалять. Надписи, которые пишут краской для разметки. И поэтому только пескоструйные машины могут такие надписи полностью удалять. То есть практически с частью асфальта. Поэтому их закрашивают. И вот мы надписи уже около 3,5-4 тысяч закрасили. И каждый раз это все делается за счет средств волонтеров. То есть каждый раз покупаем краску, раздаем, объясняем людям. Хотя сегодня наверняка, мне видится даже такое решение, простое, это взаимоотношение города и общественности. Мне кажется, что эту проблему можно было бы решить путем простого распоряжения сверху, о том, что эту территорию нужно убирать тем, кто балансодержатель этой территории. ДФ и прочее. Да, безусловно. То есть смотрите, это простой бизнес, некий рекламный канал. Если у нас этот, скажем так, наркоделец написал в 4 утра, они ночью пишут такие рекламные надписи, а в 5 утра дворник вышел на своей маленькой территории, за которую он отвечает, если увидел такую надпись, сразу ее закрасил, а краски в районе достаточно, ГУИСы, подрядная организация, у них краска всегда остается, то получается, что целевую аудиторию этот телефон не получил, реклама показалась бессмысленной, и если делать это регулярно и делать это стабильно по всей Москве, то такой канал может исчезнуть вовсе. То есть здесь не только о рекламе наркотиков, хотя это очень важно идет речь. Послушайте, вот Ветка Персикова, наш постоянный зритель, зрительница, королева логики, абсолютно, а нельзя прям по этому телефону их поймать, да и посадить? Да, это очень логичный вопрос, его задают всегда и всем. Дело в том, что телефонные номера оформлены на посторонних людей, на других, на подставных, есть базы данных с паспортами в интернете, сим-карты раздают в торговых центрах, просто говоришь, забыл паспорт, называешь эти данные, тебе дают сим-карт сколько угодно. Мы уже это делали, более того, мы обращались и в полицию, и в органы ФСКН, они проверяли такие телефоны, практически в 90% случаев это левые люди, телефон не принадлежит, а человеку... Вы знаете, там проблема совершенно в другом, и даже не в телефонах. У меня под домом продавали тоже, открылась палатка для бани. Знаменитая история. Да, да. Да, знаете, вот для бани. Дверь постоянно, сначала дверь была открыта, действительно, я даже заглянул, там шапочки банные какие-то, мочалки две, значит, еще что-то. А народ-то ходит и ходит, я смотрю, у них там вообще ничего не продают, ну, как бы, товары нет для такого количества людей, которым к ним ходят. Ну, значит, ходили-ходили, потом нам всем стало очевидно, жителям, что это там продают наркотики. Я жаловался, у меня есть приятель, он, собственно, служащий ФСКН, да, полковник, он, правда, по другому округу. Я ему говорю, слушай, ну вот конкретно приезжай, бери, что еще, вот под белые руки, что называется. Он говорит, там сложность в другом в том, что они постоянно меняют формулу и делают формулу той, которой нет в перечне запрещенных препаратов. Что случилось с этой палаткой? Приезжали ребята, активисты, волонтеры. Один раз разгромили, палатка закрылась, но открывалось теперь окошко, то есть дверь постоянно закрыта, стучишь, окошко открывается, что-то там передают, окошко закрывается. Один раз сожгли, восстановили, второй раз сожгли, восстановили. Дошло до того, что вот ходит такая легенда у нас районная, что кто-то погиб реально от этих наркотиков, вот там пятиэтажечки, и какая-то девочка погибла. Люди самоорганизовались, и человек 30 просто с палками пришли и разгромили. Просто бездействие властей, оно же провоцирует, в итоге ведет к самосуду. К самосуду, все. Если позволите, я небольшой комментарий к этому скажу, чтобы сразу было понятно, противоправные действия, такие вот, они не должны быть нормой, мы здесь не должны это в этом плане рекламировать. Есть сегодня и правовые основы, то есть как закрываются эти палатки, мы это делаем регулярно, то есть движение там стоп-наркотик уже, наверное, порядка 70-80 точек оптовых закрывало, и закрывали это и сами, и с помощью сотрудников ФСКН. Для этого достаточно просто нам пожаловаться на сайте, либо в любой соцсети с хэштегом стоп-наркотик, это работает. И понятно, что вы правильно говорите про перечень запрещенных, то, что туда формула не входит, и поэтому этого человека невозможно взять по этому номеру телефона. Поэтому, если даже к нему приедешь, у него даже в руках ничего нету, то есть, в принципе, это может быть даже запрещенное вещество, но у него в руках нету. Он показывает закладку, берет денежку и просто говорит, в той стороне там смотри. Поэтому, вот, королеве логики, как вы говорите, ответ такой. А с точки зрения вообще, в принципе, сегодняшней деятельности относительно всего этого спайса, проводится очень много мероприятий. То есть, вот в рамках нашего движения, то есть, это и глушатся сайты, это глушатся телефонные номера, вот эти которые, да, то есть, дилеры эти номера рекламируют, их нам присылают, мы методом автодозвона массового такие номера глушим. Чтобы вы понимали, то есть, там, в среднем сумма от одного номера телефона, там, в день до 50 тысяч рублей. И в общей сложности, от всех телефонов, которые мы глушим, в год ущерб наркодельцы получают, там, десятки миллиардов рублей. И здесь, ну, не только этими действиями мы работаем. Сегодня понятно, что проблема законодательная, поэтому нужно законодательные решения, да, предлагать. Мы, уже есть сегодня закон федеральный, который мы двигаем, есть в Мосгурдуме то, что мы сделали. Ну, а пока двигаем и закрашиваем старым дедовским способом. Закрашиваем, глушим, все верно, запрещаем сайты, то есть, не даем бизнесу, скажем так, развивать свои сети. Спасибо. Спасибо, Сережа. Спасибо, Сережа. Чертаново-Центральное. Спасибо огромное. Ну что, впереди еще один муниципальный депутат, точнее, глава муниципального округа. Это Эрнест Макаренко, Новопеределкина. Эрнест, здравствуйте. Добрый вечер еще раз. Да, еще раз добрый вечер. Строительство тоннеля на Боровском шоссе. Казалось бы, какие проблемы? Какие проблемы, действительно. У нас в районе было запланировано и началось уже строительство метрополитена. И как отдельный проект была реконструкция Боровского шоссе. Это два самостоятельных проекта, и они не были связаны между собой. Поэтому на перекрестке нашим самым оживленным Боровского шоссе с улицей Шолохова предполагалось строительство транспортной эстакады для бессветофорной развязки. Год назад я предложил объединить эти два проекта с учетом того, что на месте этого перекрестка будет строиться станция метро, которая уже начала строиться. Строится на открытым способом. Разрывается большой котлован. И было бы логично попробовать спроектировать в этом котловане сверху станции метро транспортный туннель, чтобы потом его не засыпать, этот котлован, а над ним не строить эстакаду. В чем проблема? Рядом жилые дома. По СНИПам, конечно, все проходит. Это устройство эстакадной развязки. Но это нарушит все-таки какой-то уже сложившийся образ района. И возле жилых домов все равно это не самым лучшим образом будет сказываться на жителях, когда на уровне пятого этажа окажется развязка. Если есть возможность ее не делать, лучше это осуществить. И вот получилось найти техническое решение. Вместе со строительством метро будет такая эстакада строиться. Но мы это рассматривали на публичных слушаниях, жители это активно поддержали. Но в течение года у всех наших жителей Новопеределкино вызывало опасение, что во всех проектных документах все равно продолжает числиться, значится эстакадная развязка, а не транспортный туннель. И вот несколько дней назад, я надеюсь, это уже поставлена точка, префектура, мы работаем в полном взаимопонимании и взаимодействии, префектура поддержала в очередной раз наш район. И согласовывая проект планировки метрополитена, вписали как обязательное условие строительство транспортного туннеля. То есть вот по завершении строительства станции метро в этом котловане будет устройство туннеля и вся развязка будет на поверхности без эстакады. А мы знаем, что есть какой-то видеоматериал небольшой, давайте его посмотрим. Мы видим строительство станции метро на перекрестке улицы Шолох в Избородском шоссе. Вот на этом месте предполагалась эстакада перед окнами жилых домов. Вот эти дома оказались бы вблизи эстакады. Но поскольку здесь будет разрытие, то удалось решить вопрос с помощью туннеля. Это было бы дело в том, что подобная вещь еще в советские времена получилась на Алтуфьевском шоссе в районе Отрадного. Там тоже стояли себе дома, а потом раз сделали эстакаду огромную, и она там проходит, буквально отделяет метров 200, наверное. Это, конечно, ужас. Вы молодцы. Спасли. Тем более, что это один из самых зеленых районов, в которых там уже дальше начинается новая Москва, и это был... Главное, чтобы водоема рядом не было, то будет как на большой академический тоже. Начали рыть тоннель, а получилось... А получилось постоянно... Нет там водоемов. Хорошо, что нет водоемов. Спасибо огромное. Говорим всем депутатам. Эрнест Макаренко, глава муниципального округа Новопеределкина, был на прямой связи. Но еще раз представлю сверху вниз Татьяна Грудкина, депутат Чертаново-Центральная, Сергей Полозов, депутат того же округа Чертаново-Центральная, Эрнест Макаренко, глава муниципального округа Новопеределкина. Спасибо огромное. Слушайте, вот это силище. Да, смотрите, во-первых, все делают депутаты. От того, что человеку есть куда поставить своего железного коня, то есть социальная напряженность, бунта не будет. Не будет. Автовладельцам, да. И кончая тем, что спасают здоровье целой нации и поворачивают трассы в нужном направлении. Вглубь. Оглубить. И расширить. Фантастика. И это просто вот уровень муниципальных депутатов. У людей нет ни своего 600-го Мерседеса с мигалкой, ни своего водителя, ни охранника, ни помощника. Ничего. А они вот что проворачивают. Ну, муниципальные депутаты, одним словом. Рубрика «Народный депутат». Спасибо огромное нашим экспертам и всего доброго. Мы продолжаем.